Полотенце для моего ребенка. Это подгузники. На всякий случай царапки. До встречи с малышом еще недели четыре, а у этой мамочки уже все по полочкам разложено. Наталья девушка зрелая, ей 30. Она привыкла к грамотному планированию главных событий своей жизни. Для меня самое главное было закончить институт вначале, а потом уже думать о семье, о ребенке. Закончил первый институт, закончил второй институт, сложилось все с работой. На работе нашла и мужа. Дальше началась продолжительная подготовка сначала к созданию, потом к рождению дитя. Ее система планирования дала сбой только один раз. Наташа грезила дочкой, а получился сын. Про риски она, конечно, слышала, но ей было важно подготовиться к материнству морально. Одно смущает. Мне самой смешно становится уже о том, что когда, говорит, пойдешь на родительское собрание, что за бабушка это пришла. Медики, которые чудо рождения наблюдают каждый божий день, спешат возразить. Наталью едва легко засмеет, ведь сегодня средний возраст оренбургских мамочек 26-27 лет. Да мы перестали стремиться рожать до 20-ти. Такая мода бушевала в регионе в начале 2000-х. И это не единственная тенденция. Мне редко стало 15 лет, между детьми 15-20 лет. То есть вот женщины возраст стало достаточно много, 40 и даже чуть за 40, которые решили стать мамочками. Полине сегодня исполнилось ровно три дня. Мама не побоялась явить ее свету в 48, когда старшей дочке стукнуло 26. Перерыв у меня очень большой, наверное. Редкость такая. Решили, сможем второго ребенка завести. Родилась хорошая на 3,860, 55 сантиметров. Вот уже головку начали держать. К счастью, сегодня на таких мамочек перестали навешивать ярлыки. Старородящие или поздние. Хотя наблюдают за ними пристально. Есть некая граница в 37-38 лет, за которой увеличивается, повышается вероятность рожденных пороков развития. Но опять это не противопоказание. Но и диагнозов, не позволяющих стать мамой вовремя, у женщин нашего региона хватает. В Оренбургской области около 50 тысяч бесплодных супружеских пар. Какие хорошие детки у нас вырастут из этих эмбриончиков. На экране самое невероятное таинство, существующее в природе. За рождение человеческой жизни. Ее первые часы. Встречу яйцеклетки и сперматозоиды срежиссировали люди в белых халатах. Только в этот Центр охраны здоровья, семьи и репродукции в год за таким чудом обращаются больше трех тысяч пар с общим диагнозом бесплодия и разными причинами, которые к нему привели. От инфекций до неверно подобранных контрацептивов. Это чаще всего какие-то вялотекущие воспалительные процессы. Это эндометриоз, который все больше и больше выставляется у наших пациентов. Это заболевания других органов и систем. Это наши эмоции, которые на протяжении жизни также влияют на центральную регуляцию репродуктивной функции женщины. При таком раскладе даже чудодейственное ЭКО чудом заканчивается далеко не всегда. Только каждый третий паре АИС прилетит после первой попытки. К Юлии Абдульмановой, правда, после долгого перерыва прилетел и без ОНОЙ. И она точно знает, почему. Надо очень ходить, молиться, просить, как после этого. И оно получится. Екатерина Киселева, Дмитрий Примачек. Наше время. Амен.